Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодняшнее видео о исцеляющем сознании. Я продолжаю тему, которую я начал довольно давно, когда начал записывать видео для канала Академии Счастья. Потому что каждое видео это как цепочка рассуждений, мыслей, знаний. И это не просто какая-то передача информации, а то есть это то, что мы можем черпать каждый из нас из общего поля. Из общего поля, которое есть вокруг. И каждый из нас может эти озарения получать. Единственное, что кто-то их получает, кто-то их игнорирует, кто-то подавляет, кто-то настолько перекрыл этот канал, что уже не может получать эти озарения. И почему я говорю об исцеляющем сознании? Потому что сознание это как раз то, что творит и то, что может рассоздавать. То есть мы можем создавать нечто хорошее. А если мы создали что-то негативное, то, что нас разрушает, мы можем это убрать, рассоздать. Даже если мы это создали на каком-то неосознанном плане, недоосознанном уровне. Очень много такого, что мы не осознаем. Поэтому говорят, что это все зарыто где-то глубоко в подсознании. Там, где мы оттуда не можем это все достать. Но потихоньку оно пробивается наружу. Оно где-то там сидит. А мы чувствуем его влияние, но не чувствуем в полной мере, как мы можем с этим справиться. И вот цель это посмотреть туда. То есть не отказывать себе в этом, не бояться этого. А действительно смотреть туда и рассоздавать это. Потому что если с нами произошел какой-то неприятный случай, да, то есть кто-то напал на нас. Или было какое-то физическое насилие, травма, да. Например, может быть, человека побили, да, очень сильно. И он лежит без сознания. И кто-то ему говорит, там, все, он умер. Да, или все кончено, да, с ним уже ничего не поделаешь. И вот это суждение потом влияет на человека. То есть оно откладывается в его подсознании. Получается, что чтобы убрать это, мы должны заглянуть туда и посмотреть, что же там есть. А многие люди просто не хотят туда смотреть. Потому что кто-то им сказал, что это не нужно делать, что это может принести какой-то вред, что это опасно и так далее. Подсознание может открываться под воздействием каких-то стрессовых ситуаций. Да, когда что-то напоминает об этом случае. И тогда оно начинает проявляться и влиять на человека. Человек чувствует эти суждения, которые у него там есть в подсознании. Чувствует вот этот негативный заряд, эту силу. Но он не знает, откуда это все идет. Как оно вообще проявилось. И так же я не знал об этом. Я тоже до 20 лет жил таким вот образом жизни, когда ничего не знал о подсознании, о том, как оно работает. Как это вообще можно все уладить. Просто жил обычной жизнью. Ходил в школу, в университет. Пил, курил, принимал различные вещества. Все это было неосознанно. То есть неосознанно почему? Потому что я не понимал, как жить. Самое главное, что вот то, что не дают человеку, это инструкцию по жизни. Как жить? Для чего это жизнь? И вообще, то есть дают какие-то такие вот шаблонные вещи, но они зачастую не помогают человеку, а наоборот просто приводят его в состояние робота. И вот для того, чтобы разобраться, я начал заниматься духовной практикой. Начал изучать курсы, читать книги. Начал проходить процессинг, ходить. И что самое важное, я об этом всем получил, я начал получать вот эти озарения, о которых я говорил в самом начале. То есть озарение – это как внезапное понимание. Не когда мне кто-то говорит, как жить или что делать, а когда я сам начинаю понимать, что вот так правильно, а так нет. Что это будет корректно для меня, а это нет. И вот когда я получал эти озарения, я начинал их в жизни применять, реализовывать. И начинала жизнь, начала жизнь моя меняться. То есть я поменял свое состояние, окружение поменялось. Я начал по-другому взаимодействовать, как с собой, с друзьями, с близкими. То есть я начал понимать, для чего эта жизнь. Что мы ее сами наполняем смыслом. То есть если убрать весь смысл, которым мы ее наполняем, жизнь будет бессмысленной. И мы можем, как говорят, плыть по течению, если брать такой несколько негативный смысл этого, то есть не осознавая, просто совершать какие-то действия. Но тут можно, плывя по течению, прийти в состояние потока. То есть это потоковое состояние, это когда чувствуешь правильно, и как вот Вселенная помогает тебе. Вот это и есть корректное состояние. То есть корректное в каком плане? Что чувствуешь? Что делать? Как делать? И это происходит как бы само собой. То есть не прикладываешь какие-то усилия, не борешься с жизнью, а она помогает тебе. Но жизнь помогает тогда, когда ты сонастроен с ней. То есть когда убрал этот негативный заряд, и соответственно состояние твое улучшилось, и можешь действовать осознанно и легко. Вот в этом была моя цель, и я пришел к этой цели, и теперь помогаю другим людям тоже достигать этого состояния потока, и состояние, когда с помощью сознания любой человек может урегулировать свое подсознание. Давайте посмотрим, как это работает. Мы делаем практики во время наших видео небольшие, чтобы попробовать, как работает определенная техника. Закройте глаза, сядьте в удобном месте и создайте пространство для сессии. Почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. И самое главное, ощутите, что есть в этом пространстве. То есть какие там есть суждения, какие есть, возможно, негативные восприятия. Почувствуйте это максимально глубоко, максимально, насколько вы можете. И дальше, не закрываясь от этого, а посмотрите более глубже, как это сформировалось. Как сформировался, например, ваш страх? То есть откуда он идет? Каковы его причины? Какие там есть суждения? То есть может быть, это не просто суждение, и я боюсь, а я там стою как вкопанный в землю, или у меня все, там, все руки опустились, или я не могу ничего с этим сделать. У каждого что-то свое. Посмотрите, как это суждение образовалось. И опять же, идя за этим, рассмотрите этот случай, откуда оно пришло, как оно образовалось. Рассматривайте это, имеется в виду, смотрите на него один раз, второй раз. То есть как бы проходя через него, давая ему возможность распрямиться, проявиться. Вот так, когда вы прошли один раз, второй раз, третий, начинает содержимое меняться, и вы начинаете больше чувствовать, лучше чувствовать. Вот, и это все выходит на поверхность. Самое главное, давайте ему выйти, не сдерживайте его. Давайте ему наоборот возможность выйти, и таким образом, когда вы смотрите на это с помощью сознания, будет происходить исцеление. Поэтому я говорю, что сознание исцеляет, когда вы смотрите. И потом, когда вы почувствуете, что там больше ничего нет, то есть это все ушло, нету заряда, нету суждения, состояние ваше улучшилось, то вы можете на этом остановиться. Вот, и так можно повторить с любым другим суждением негативным, которое есть в вашем пространстве. Или это может быть какая-то эмоция или что-то подобное. Так можно рассоздать все что угодно. Вот, и таким образом происходит исцеление. Это как раз и есть исцеляющее сознание, которое может наблюдать и рассоздавать. Вот, на этом, друзья, мы завершим практику. Вот, когда вы ее завершили, наполните пространство осознанностью, любовью, счастьем, энергией, любви. Потому что то, что вы убрали, да, теперь можно туда поместить любовь, осознанность, стету. Вот. И смотрите, то есть вот таким образом можно рассоздавать любое состояние. И когда мы делаем сессию, я пробжу человеку, я введу его все глубже и глубже и глубже, да, то есть до первоистоков, чтобы человек выявил причину, это как такое состояние, как мы проводим, как раскопки, то есть смотрим, откуда это образовалось и рассматриваем это как есть. И тогда состояние улучшается, у человека наступает состояние гармонии, радости и счастья. Если вы хотите попробовать сессию или вам нужна бесплатная консультация по вашему состоянию, напишите мне в личные сообщения, и мы ее обязательно проведем. И я выслушаю вас и расскажу более подробно о том, как можно улучшить состояние. На сегодня будем заканчивать. Если видео вам понравилось, было полезным, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйте в друзья в соцсетях мои контакты под этим видео. Конечно, включите колокольчик для напоминания о новых видео, они выходят ежедневно. И поделитесь этим видео с вашими друзьями. Также в описании моей книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление» вы сможете их прочитать и скачать по указанным ссылкам. Я вам желаю счастья, осознанности, гармонии. Вот, посмотрите пока что видео, которые появились на вашем экране. Это видео о процессинге, о том, как он работает, и, конечно же, мой сайт и подписка на мой канал. А мы увидимся с вами завтра в следующем видео. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал «Академия счастья». Я вам желаю осознанности, счастья и до скорой встречи. Всего доброго!